Этот замечательный старший брат обнимает свою сестру перед ее первым днем в школе, потому что она сильно волнуется и не может успокоиться. Такой братик никогда не бросит в беде. Вы, конечно, простите, но мне нужно отойти поплакать. Продолжение следует... Заказ и бесплатную чайную церемонию Бунфуча в подарок. Переходи прямо сейчас. Мечта прокатиться на суперкаре добродушного парня с ДЦП наконец исполнилась благодаря неравнодушному водителю. Пожалуйста, не бойся меня. Я веду себя как ребенок, когда счастлив. Сказал он, чем довел шофера до слез, да и не только его. Мама этой девочки не может сдержать слез радости, ведь спустя год после рождения ее дочка услышала первые звуки в своей жизни. Ну как тут обуздать эмоции, скажите мне? Согласитесь, порой для истинного счастья нам нужна такая малость. К сожалению, многие из нас этого не замечают. Сегодня у этого мужчины юбилей. И самым лучшим подарком в такой день для него была бы встреча со своими сыновьями, которых он не видел уже долгих два года. К сожалению, они сейчас в армии и вряд ли смогут навестить отца. Однако чудеса тоже случаются. Возраст отнюдь не показатель осознанности и уважительного поведения по отношению к другим людям. Эти качества либо прививаются еще с младенчества, либо никак. Если вы согласны, то поддержите меня лайком или напишите в комментариях свое мнение. Мне будет интересно почитать. Один из самых прекрасных примеров, что значит в любой момент оставаться человеком. Надеюсь, что с новой инвалидной коляской в жизни этого замечательного парня произойдет такой же яркий поворот, как его улыбка. Жизнь в черно-белом мире не идеальна. Но, к большому сожалению, это жестокая реальность для людей с дельтонизмом. Однако к Савьеру Маккури повезло, ведь его родители подарили волшебные очки, позволяющие по-новому взглянуть на наш красочный мир. Савьеру Маккури. У нас есть много цветов, в которых я буду видеть. Субтитры сделал DimaTorzok Я наконец-то увидел этот мир таким, каким его создал Бог, сказал залитый слезами юноша. В этом ему помогли однокурсники с учителем, которые копили деньги на дорогостоящие очки для дальтоников. Пока на свете есть такие добрые и светлые люди, мы можем быть спокойны за наше будущее. Светлое будущее. О, мой господин. О, мой господин. О, мой господин. Я кричу, ман. Я люблю вас, ман. О, мой господин. Только посмотрите на этого лучезарного мальчика. Как здорово, что он не стесняется общества и не боится проявлять свои способности. Думаю, стоит отдать должное родителям, ведь в подобных ситуациях многое зависит от воспитания и поддержки близких. Так давайте и мы поддержим маленького героя лайками и теплыми комментариями. Душераздирающие кадры того, как сотрудницы Красного Креста помогают и утешают измученного мигранта, облетели весь интернет, не оставив никого равнодушными. Виртуальные занятия в этом году были трудными как для студентов, так и для преподавателей, некоторые из которых еще даже не смогли встретиться друг с другом лично. Чтобы попытаться выразить свою истинную благодарность, некоторые классы колледжа придумали идеальный способ сказать спасибо своим учителям. В комиксах и фильмах супергерои спасают планету от уничтожения. В реальной же жизни они бескорыстно помогают другим людям. Видео медсестры из Нэшвилла, поющие ее умирающие пациентки, до мурашек тронуло миллионы людей. Когда она исполняет песню незнакомой женщине, это может напомнить о том положительном влиянии, которое мы можем оказать, открывая свои сердца другим. Мальчик всегда мечтал прокатиться на велосипеде. Однако с одной рукой для него это не представлялось возможным. К большому счастью, в нашем технологичном мире возможно все и даже больше. Пожелаем этому оптимистичному ребенку никогда не унывать и идти по миру с улыбкой на лице. КОНЕЦ КОНЕЦ О, давайте посмотрим. Это «Авентария»? Это супер круто. О, ребята, я уже прочно. ВАУ structured Похíz КОНЕЦ В 봤ах Что ты думаешь? Спасибо О, как круто! Мэй, ты уже профессор? Боже АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-АВ-А-ВА. ПОХО-КОНЕЦ 57-летний Терри Хайтс тауэр «Смертельный диагноз» был поставлен 2 года назад, а летом 2020 года она уже не могла ходить самостоятельно. Женщина мечтала побывать на свадьбе своего сына Скутера до того, как умрет. Вот что я вам скажу. Мечты имеют свойство сбываться. Субтитры создавал DimaTorzok Пожилая пациентка больше всего на свете хотела вновь увидеть снег. Потому что очень соскучилась по тем временам, когда она могла самостоятельно выйти и насладиться природой. Руководство больницы просто не могло оставаться в стороне. Нельзя отрицать, что научно-технический прогресс способен подарить вторую жизнь и надежду тем людям, которые были ее полностью лишены вследствие сложившихся обстоятельств. Никогда нельзя отчаиваться. Нужно делать все, что в твоих силах. Супруги 60 лет провели вместе, но карантин разделил их на 7 долгих месяцев. Для этой пары самоизоляция обернулась тяжелейшим испытанием, но любовь помогла им выдержать. Видео их трогательной встречи растопило сердца миллионов людей. Друзья, а какой добрый поступок пронзил вас в самое сердце? Обязательно напишите об этом в комментариях и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать такие трогательные и возвращающие надежду в человечество ролики. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями и в соцсетях. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте, с нами интересно. Всем пока.